Мы рады Вас приветствовать в центре «Авангарда», и сегодня состоится последняя третья лекция из цикла «Мифология онлайн» в совместном с Политехническим музеем «Института Мифологии онлайн», который, как я понимаю, уже накрыл. Я вам представляю Андрея Великанова, художника-философа, который сегодня будет говорить о «Боскопе завтра». И, на самом деле, это последняя лекция цикла, но не последняя наша встреча с Андреем, потому что в следующий месяц, весь каждое воскресенье до 36 дней, будут идти лекции уже в новом цикле. Но об этом, наверное, не подробно расскажу. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Сегодня последняя лекция из трех, входящих в этот цикл, который называется «Сто лет победы над солнцем». Первая лекция была посвящена русскому «Авангарду» и, в частности, музыкальному манифесту русских «Авангардистов» под названием «Победа над солнцем». И, конечно же, это дало название всему циклу, но здесь есть еще и другой смысл. Про какое, собственно, солнце говорил я, я попытаюсь объяснить сегодня. А сегодняшняя лекция называется «Искусство без автора» и куда у нас пропал автор, что с ним сделалось, я тоже про это постараюсь рассказать, но сначала про искусство. Как его, собственно, понимать? Про какое конкретное искусство я говорю или вообще про все искусство и как к этому относиться, мне нужно это определить. И для этого я хочу сказать, что, вообще говоря, русские авангардисты, с которых начался мой рассказ, они, конечно, задали очень сильную такую доминанту, тему определенную, которая заключается в том, что они перестали, лишили нас возможности иметь какую-то границу между искусством и неискусством. Они, в общем-то, сказали, искусство – это все, весь мир – это искусство. И также весь мир является нашим инструментом. Мы с помощью этого инструмента построим свой собственный новый мир. Ну, теоретики называют это тотальным проектом, действительно, свойственно той эпохе, в которой жили и творили русские авангардисты. Не только они, кстати, были многие другие художники в эту эпоху, которые имели тоже грандиозные масштабные проекты, переустройство всего мироздания. Вот, но я хотел бы как раз именно про эту границу поговорить. Действительно ли она была уничтожена и с тех пор ее больше нет? Конечно же, если мы с вами, живя в нашем повседневном мире, присмотримся к искусству, то мы поймем, что оно у нас находится в неких резервациях. Существуют какие-то галереи, где висят картины. И переступая порогом этого пространства, мы, в общем, отдаем себе отчет. Да, мы попали в зону искусства. Ну, здесь, наверное, действуют определенные правила. Когда смотришь на картину, нужно так томно прикрыть глаза и вздохнуть от потрясающей красоты, которую ты воспринимаешь. Или, наоборот, если тебе активно что-то не нравится, нужно выразить свое неприятие. И до сих пор еще есть некоторые такие представления о том, что есть зона искусства и есть зона чего-то другого. Например, если устраивается выставка достаточно провокативного плана, в которой возникают проблемы между искусством и религией, и туда приходят люди, которым активно не нравится то, что происходит на этой выставке, и их спрашивают, а зачем вы пришли в наше пространство? Это наше пространство. Вы в своем пространстве находитесь. Там вы высказываете свои суждения. А здесь галерея, здесь искусство, и поэтому здесь ваше суждение неуместное. Но, в принципе, да, или можно наоборот. Художники попали в храм, и там сделали какое-то провокативное высказывание. И тоже начинается разговор об этой границе. Она постоянно где-то присутствует в наших головах. Но вот с точки зрения авангардистов это, наверное, неправильно, потому что для них полем их деятельности был весь мир. И более того, повторяю, сам мир был их инструментом. Поэтому давайте попробуем предположить вообще, какие еще могут быть представления о границе искусства. Ну, например, можно сказать так, что можно с точки зрения рационалистического мышления, с точки зрения разума. Да, вот разум может объяснить практически все. И, вообще говоря, есть, наверное, все-таки такие зоны, куда он еще не добрался. То, что не подвластно его объяснению. Ну, тогда вот пусть там искусство этим и занимается. Пусть оно и пытается с помощью неких интуитивных суждений прийти к какому-то выводу. Да, то есть тогда мы получаем такую систему. Разум хозяин мира. Но есть какие-то лакуны, в которых некие фрики занимаются какой-то непонятной деятельностью с помощью непонятных им одним известных инструментов. Более того, они друг с другом никак не могут прийти к общему выводу, как и чем пользоваться, какие правила их действия. Вот. Но может быть совершенно обратная точка зрения на эту границу. Можно сказать, что искусство действительно продолжает тезис русских авангардистов. Это вообще все. И если даже мы понимаем еще, что есть какие-то области, где все-таки, ну, какая-то существует профессиональная, скажем, естественно-научная деятельность. Ученые в каких-то лабораториях с помощью логики и разума пытаются обосновать и открыть какие-то законы природы. И вроде бы искусству там делать нечего. И тут же начинаются какие-то разговоры о совмещении искусства и науки. Есть такое понятие «сайенс-арт», да, когда ученые пытаются взаимодействовать с художниками. И даже вплоть до того, что какие-то эксперименты на человеческом мозге делают не просто ученые, а ученые вместе с художниками. Ну, в частности, вот недавно знаменитая художница Абрамович приняла участие в таком эксперименте вместе с русскими исследователями. Вот, тогда получается, что искусство – это действительно всепроникающая практика, и только пока куда-то она не добралась, эта практика, потому что, ну, не случилось. Вот еще немножко, и все случится. И действительно, искусство будет заниматься своей деятельностью везде. Потому что, потому что с этой торжественной точки зрения мы можем сказать, а искусство позволяет вместе объединить рацию и сенсус, да, разум и чувство, и с помощью, и вообще как бы объединить субъективное и объективное понимание мира. Вот, и только искусство – это и доступно. Вот, ну, вообще говоря, действительно, такие тезисы имели место. И я в начале своей лекции хотел бы обратиться к нескольким теоретикам, которые нам подсказали бы некоторые важные мысли. Мы с помощью этих мыслей уже займемся конкретной практикой, о которой я хотел бы сегодня поговорить. Вот, ну, один из таких теоретиков – это американский художник и теоретик Джозеф Кошут, который написал в 1967 году, если мне не изменяет память, работу под названием «Искусство после философии», где, в числе прочего, он сказал, во-первых, что художник – это тот, кто задумывается о сути искусства. Вот, если ты вообще, тебе эта мысль не трогает, ты просто не художник. Какими бы инструментами ты не пользовался, какой бы душе, искренности и красоте ты не обращался, ты не художник, если ты о сути своего творчества, своей деятельности не задумываешься. Ну, в принципе, вот, сегодня я попытаюсь перед вами как раз задуматься об этой как раз сути, вот, продолжая эту интенцию Джозефа Кошута. Вот, но вообще говоря, несколько более подробнее я хотел бы поговорить про взгляды другого человека. Его зовут Морис Витц, он не очень хорошо известен в нашей стране. Это американский арт-критик, теоретик искусства. И в 1956 году он написал не очень большую статью, хотя, вообще говоря, его вклад достаточно большой, он литература, век, теоретик изобразительного искусства, множество статей и книг написал, но одна его работа, наверное, такая, достаточно фундаментальная. Она называется «Роль теории в эстетике». И в этой работе Морис Витц поставил такой вопрос, а вообще можно ли определить искусство, можно ли ему дать определение? Точнее даже он сформулировал этот вопрос таким образом, могут ли быть необходимые и достаточные признаки как самого искусства, так и произведения искусства. Но для того, чтобы пересказать эту статью и все логические выводы, которые он делает, потребовалось бы много времени, поэтому я постараюсь как можно более кратко его результирующие тезисы привести. Он отвечает на этот вопрос отрицательно. Определение искусства невозможно вообще, в принципе. Почему смысл такой? Он говорит, ну, представим себе, что мы все-таки нашли некоторое такое определение. Скажем, в формальном искусствоведении существует такой способ определения, что искусство – это то, что работает с пластикой, то есть с формой. Ну, скажем, на изобразительной поверхности это пятно, линия, точка. В скульптуре – это объемы, и там членение объемов, композиция объемов. И с этой точки зрения формального искусствоведения то, что не работает с этими категориями, это вообще не искусство. Ну, тогда, соответственно, перформанс не искусство. Архитектура – да, потому что она как бы следствие скульптуры, но тоже подозрительно, потому что там исключительно важна социальная функция. И так далее, и так далее. В общем, смысл такой, что какое бы определение мы ни дали, мы тут же найдем некоторые формы, которые выходят за рамки этого определения. Наиболее такая убедительная формула у Мориса Витца, которую он приводит, заключается в следующем. Он говорит, вот представим себе греческую трагедию. Определение греческой трагедии дать возможно. Более того, можно даже в это определение внести список авторов, которые написали литературные произведения греческой трагедии. И очень подробно определить необходимые достаточные признаки принадлежности. Да, но как только мы попытаемся определить термин «трагедия» вообще, мы тут же окажемся в ситуации, что мы не можем дать такое определение. Потому что, допустим, мы сегодня его дали, а завтра появился некий молодой, талантливый автор, который, перевернув все эти признаки с ног на голову, написал такую трагедию, которая совершенно вываливается за все возможные признаки. Но она трагедия. Она так всех потрясла, все согласны, что это трагедия. И это удивительно. Нам придется тогда менять наши определения. А потом еще раз менять определения. И еще раз. Поэтому мы, вообще говоря, определение не можем дать хотя бы, не просто даже из теоретических соображений, а из соображений совершенно авантюрного характера искусства. В этом смысле, как бы вот даже не словами самого Витца, а продолжая его тему, можно сказать, что, ну давайте вот сравним искусство со спортом. Представим себе, что идут олимпийские соревнования, и сейчас спортсмены должны на беговой дорожке пробежать 100 метров. Они выстроились, и судья поднял столет, выстрелил, все побежали вперед, а один побежал назад. Ну его в этом спортивном соревновании тоже дисквалифицируют. Да, все, ты не соответствуешь правилам. А в искусстве это действительно так. Побеждает тот, кто нарушает правила. Кто побежит совершенно в другую сторону. Но что касается вот этого побежавшего назад, то про него, конечно, все скажут, да, ну фрик такой, ну с ума сошел. Ну вот, ну непонятно, да, там, что с ним произошло там, да. Допинг-контроль нужен немедленно. А представим себе, что, значит, там тоже какое-нибудь соревнование, там пловцы, скажем, да, вот они на своей тумбочке встали, выстрел судьи, все нырнули, а один начал петь. Да так потрясающе, что все перестали смотреть на пловцов и заслушались этой необычайной арии, да. Вот в искусстве это происходит постоянно, постоянно, сплошь и рядом. Вот, то есть, действительно, наше время такое быстрое, что смена правил, смена тех признаков, которые отличают наше искусство от того, что было раньше, это просто процесс очень быстрый. А тогда спрашивают, а как вообще отличать, да, что тогда? Вот нет никаких признаков, да? Нет, говорит Морис Витц, есть признаки, и опираясь на труды другого знаменитого философа, Людвига Витмирштейна, он говорит, что, вообще говоря, мы не можем спросить, что есть искусство, что есть суть искусства. Это вопрос неуместный, непонятный, он может быть, вот в данный момент, может быть, на него дан ответ, а в следующий момент нет. Но мы можем спросить, какого рода искусство является действием, какое оно отношение имеет по отношению к тому же спорту, или к естественной науке, или к социальной практике, или к любой другой практике вообще у человека. Вот как оно соотносится, да? Каковы вообще принципы этой деятельности сейчас в этом мире? Вот сейчас нужно писать картины, да? Сейчас нужно делать перформансы, сейчас нужно делать инсталляции, или нужно какое-нибудь другое действие для того, чтобы познать самих себя, для того, чтобы соединить рациональное и чувственное, субъективное и объективное, и для того, чтобы увидеть, какие мы. Вот каковы эти действия сегодня, сейчас, да? Я и хочу попытаться ответить на этот вопрос. Какие наиболее адекватные действия художника могли бы позволить нам видеть наш мир более открытыми глазами? Есть такие вещи, которые мы не видим, и вдруг художник нам действительно позволит это видеть. Вот. Но для этого, значит, это я немножко так тему искусства прокомментировал. Теперь у нас будет другая тема, а именно автора, потому что тема лекции искусства без автора. Вот как раз про самого автора я и хочу сказать. Значит, дело в том, что вот в первой моей такой части я как бы говорил, что нужно произвести некоторые действия, да, вот как бы найти некоторое такое адекватное отношение к современному миру. А кто это сделает, да? Ну, вроде бы мы раньше знали, что художник – это автор, у которого есть некоторая идея, он с помощью некоторых, какого-то языка, концепции, неких инструментов конкретных, да, он совершит некоторые действия. Опять же, напишет картину, да, там, поставит спектакль, напишет книгу и так далее. И мы будем знать, что это сделал вот такой-то человек, он автор этого произведения. Так вот, в том же самом 1960, по-моему, чуть позже, в 1968 году Ролан Барт написал знаменитую статью под названием «Смерть автора», в которой он как раз и подверг сомнению то, что, ну, в современном ему уже мире, это почти 50 лет назад, мы немножко в другое время живем. Насколько тезис Барта справедлив, это мы попытаемся выяснить, но вот тогда он сказал, что, вообще говоря, автора нету, да, куда он делся, что с ним произошло. Ну, во-первых, наиболее такая яркая метафора, с помощью которой он объяснил это, для этого нужно вспомнить другую работу Ролана Барта, которая называется «Ролан Барт о Ролане Барте», где он попытался объяснить самое интимное переживание своей жизни, а именно свою первую любовь, да, он достаточно подробно ее описал и пришел к неожиданному выводу, он сказал, да, это мое личное, это то, что свойственно только мне, и я, вспоминая это, ну, просто с дрожью в голосе об этом рассказываю, но я понимаю вместе с тем, что это одновременно и общее, это мне не принадлежит, и, в общем-то, я говорю чужим языком, я рассказываю о себе языком культуры, и я рассказываю даже не о себе, да, я рассказываю о какой-то общей, первой любви, которая всем нам присуща, да, она не просто моя, да, она есть качество культуры, в которой я живу. Поэтому он говорит, вот, в статье «Смерть автора», что любое произведение, которое пишет автор, он пишет его, вообще говоря, неким общим языком, не его личным, но он пишет о каком-то общем культурном существовании, и поэтому он применяет вместо слова «автор» термин «скриптор». Это человек, который пишет, да, а пишет ли он от себя, это еще очень большой вопрос. И дальше есть очень, у него очень интересный финал этой статьи, он не просто похоронил автора, да, достал какой-то там пистолет, застрелил его, автор умер, и больше его нет, поэтому у нас вот «Смерть автора». Ничего подобного. Вот я даже зачитаю эту цитату. Читатель – это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо. Текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении. Только предназначение – это не личный адрес. Читатель – это человек без истории, без биографии, без психологии. Он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст. То есть произведения искусства существуют не в авторе, а в читателе. А поскольку у каждого произведения искусства множества читателей или зрителей, то каждый имеет свое собственное произведение искусства. И найти правильное, то, которое самое истинное, невозможно. Вот каждый из нас волен прочитать там «Войну и мир» или «Преступление и наказание», как он хочет, трактовать его так, как он хочет, и это будет правильное, его собственное, истинное произведение искусства. Вот. Ну так, да. И еще, значит, рождение читателя приходится оплачивать смертью автора. Вот такая, такой тезис, который действительно лишает нас возможности того, чтобы, ну, каким-то образом отдать кому-то эту практику наблюдения за сегодняшним миром. Мы могли бы кому-то это поручить, наиболее гениальному, наиболее выдающемуся, и сказать им, ну, хорошо, вот у тебя так замечательно получается, поэтому мы будем к тебе прислушиваться. К сожалению, если верить Ролану Барта, это невозможно. Невозможно это по многим причинам. Вообще говоря, не просто сам Барт это придумал, это достаточно уже долго развивалась эта история, это такая некая общая характеристика постмодернистского состояния. Вот. До него подобные тезисы произносил Мишель Фуко. Вот. И вообще говоря, это не просто некоторая такая потеря индивидуальности, потеря субъективности. Я уже рассказывал на первой лекции про Фридриха Ницше, про его идеи, про несколько его идей. Вот из них важнейшая, которая привела к модернистской эпохе, а потом к постмодернистской культуре, она заключается в тезисе о смерти Бога. Смерти Бога, который творит культуру, который создает эту культуру. И вместо этого Бога сначала занимает человек, то есть автор, а потом этот автор умирает. Вот некоторая такая общая концепция, которая нуждается в достаточно длительных интерпретациях, но у меня совершенно нет на это времени, поэтому я попробую ее в несколько такой инфантильной форме вам предоставить. Ну, наверное, все мы знаем, что ребенок, который верит в Деда Мороза, в определенный момент узнает, что Деда Мороза нету. И, увы, конечно, это связано с переживаниями, а может быть, наоборот, с таким циничным подростковым самоутверждением, но только потом, когда этот молодой человек поступит, скажем, в какую-нибудь гимназию, а потом и на философский факультет, он вдруг узнает еще и несколько других обстоятельств о том, что Бог умер, потом смерть субъекта, а потом еще и смерть автора. И вот именно так зафиксировано взросление современного человека, который постоянно, ему приходится некоторые такие мифологические, сказочные конструкции изживать в себе, чтобы войти в этот современный мир. А какой он, этот современный мир? Почему он такой? Что он с нами сделал? Что это за конструкция такая, в которой мы живем? Ну, вы знаете, основное, основное свойство этого мира заключается в следующем. Вообще говоря, для постмодернистской культуры характерно, что мы живем не в природе, как жили древние греки, поэтому у них, вообще говоря, не все занимались фюсисом. Фюсис – это природа, отсюда, кстати, слово физика. Первые греческие философы были натурфилософы, они изучали природу. А мы, вообще говоря, мы живем не в природе, мы живем в культуре, созданной нами самими, нами, нашими предшественниками. И эта культура имеет достаточно сложное устройство. Оно, вообще говоря, это устройство, этой культуры отчасти можно объяснить, изучая наш язык, вернее, комплекс языков, которыми мы пользуемся. Не только речью, но и всякими другими. Я не знаю, там, кинематографы, язык кинематографа, живопись, язык науки и множество других языков, которые представляют из себя систему знаков. И эти знаки постоянно обманывают нас, они ссылаются не на конкретные предметы в реальности, в той самой природе, они любят ссылаться друг на друга. И поэтому, вот, мы живем в той культуре, где важнейшим для нас, для восприятия, является как раз как бы вот смысл, суть, взаимное указание друг на друга знаков и языков, а не самой природы. И даже если мы оказываемся в настоящей природе, вот пойдем мы с вами, выйдем в лес, сядем на пенек и посмотрим наверх, куда-нибудь там деревья раскачиваются, птички поют. И мы начнем рассказывать самому себе о наших чувствах языком, вот как Барт говорил, я говорю вроде бы о своих интимных и личных переживаниях, и вдруг я оказывается, что я говорю языком культуры. Мы себе рассказываем о своих переживаниях языком других людей, в том числе художников, писателей, режиссеров и так далее, и так далее. И вот вот эта ситуация, в которой мы оказываемся, она, видите, как бы требует от нас, чтобы мы попытались в ней разобраться вообще, каково место искусства в этой ситуации, что оно может сделать вообще. А также мы должны предъявить, а кто это будет делать, да, буду ли я это делать сам, то есть тот тезис, что произведение искусства складывается в голове читателя, вроде бы подталкивает нас к тому, что каждый из нас сейчас должен выйти в этот враждебный мир культуры с враждебными нам языками и попытаться разобраться, что с ним происходит. Все его кинули, несчастного, неверящего в Деда Мороза и автора, и вот, значит, вот делай, что хочешь. Но, тем не менее, все-таки есть очень интересные обстоятельства в этом мире, и для того, чтобы нам в них разобраться, я сейчас вот скоро уже начну о каких-то практических делах говорить, но прежде мне нужен еще один автор, еще один автор, вернее, даже так, я расскажу сейчас об одном не существующем авторе, а потом еще об одном существующем, чтобы вот задать некоторое такое пространство нашего движения. Вот, упомянутый уже Мишель Фуко написал предисловие к работе Жиля Делеза, это вот то самое удивительное время, 67-68-69 годы, когда очень большие изменения в культуре, в теории культуры происходили, и там попалась одна фраза знаменитая, которая была переведена очень интересным образом на русский язык. Вообще говоря, сам текст принадлежал Жиле Делезу, называется он антиэдип, капитализм и шизофрения, и этот текст первоначально был переведен на русский язык таким реферативным способом. Философ Михаил Рыкман взял его и сам перевел в некоторой сокращенной форме. И русские художники, интересовавшиеся западным постструктуралистскими текстами, заинтересовались, и один из них попытался найти более подробную информацию и нашел предисловие Мишели Фуко, да, а попало оно почему-то на английском, да, вот английский перевод французского текста. И в попытке перевести этот текст было сделано следующее, значит, художник попросил студентку Ильяза сделать некоторый такой подстрочный перевод, а она ничего не понимала ни в теории культуры, ни в философии, ни в искусстве, да, просто вот как получится. А сам он попытался потом скомпоновать этот текст, ну, как бы, вот по этому подстрочнику отредактировать его и сделать текст. Вот, и у него получилась одна фраза, которая звучит так. «Осуществляй акции, мышления и желания путем пролиферации, позиции юкста и дизюнкции, а не с помощью членения и пирамидальной иерархии». Вот, еще раз, это из принесло Мишели Фуко в Желеделезу Анти-Диба. Художника, который попытался таким образом отредактировать текст, Давуд Анатолий Осмоловский. Вот, вообще говоря, эта фраза у Фуко изначально, она довольно проста, да, о чем говорит Мишель Фуко? Он говорит о том, чтобы, о том, что, вообще говоря, нужно сопоставлять, а не разделять, что метод должен быть, метод в искусстве, вообще философия должен быть синтетический, а не аналитический. И что вот эта вот иерархия, слово, которое здесь прозвучало, действительно, оно там присутствует, вообще говоря, иерархическое членение культуры, оно неким образом отсылает нас к чему-то монархическому, да, и наверху есть что-то главное, и такая пирамидальная структура бытия, да, все, все уложено в определенную такую схему в виде горы. Наверху бог или монарх, и вся культура представлена такой иерархической структурой в виде дерева. Вот Мишель Фуко говорит, что нужно избегать таких, такого отношения, и главное, то, что он здесь употребляет, это слово сопоставление, все подлежит сопоставлению, все нужно сравнивать друг с другом. По-английски, в этом английском переводе присутствовало слово juxtaposition, что и значит сопоставление. Но почему-то оба из этих переводчиков не знали этого английского слова, и в подстрочнике появилась перевод позиции юкста. То есть juxtaposition, просто предлог английский, он превратился в какое-то существо, какого-то философа, юкста, которого, наверное, тут же можно себе представить, вот, я не знаю, там, в университетском актовом зале висят портреты философов, и между Платоном и Аристотелем появляется какой-то юкст, позиции, которого надо придерживаться. Вот, и это было достаточно давно, вот, когда, то ли в 99-м, то ли в 2000-м году, приблизительно тогда я написал статью про вот эту позицию юкста, где я, ну, описал этот случай и сказал, что юкст, это действительно некоторое такое существо, которое в нашем мире занимает позицию Бога, виртуального Бога, который управляет нашей культурой сложными языками. Он создатель этого мира, виртуального мира, в котором есть свои законы, да, Бог настоящей природы, настоящего мира, это Бог-творец, по Платону это Бог-демиург, а в нашей природе существует свое собственное существо, существование, которое не все даже подозревают. Мы живем в этом мире, мы пользуемся средствами массовой информации, социальными сетями, общаемся друг с другом, говорим стереотипами, но не знаем, что всем этим как будто бы управляет некоторое виртуальное существо. Конечно же, его на самом деле нет, но можно себе представить, что он занимает свое определенное такое место. Но мы к нему вернемся несколько позже, к этому юг, что сейчас вполне себе про существовавшего и замечательного теоретика по имени Вальтер Бегемин, который написал знаменитую работу под названием «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Наверное, многие слышали, что ему принадлежит такой термин как «аура». Он придумал как раз определить это различие традиционного и более современного искусства понятием «аура», что традиционному произведению живописи, скажем, эта ауротичность принадлежит, оно какое-то особенное, уникальное, сакральное. А сегодня все подлежит, все может быть скопировано. И вообще говоря, фотография, это копия, фотография не уникальна, в кино каждый кадр не уникален, он может быть скопирован, и поэтому наступает некая новая эпоха, о которой он достаточно подробно говорит, но не эта тема технологической воспроизводимости меня сейчас интересует, а как раз другая. Опять же, вот, мое внимание привлек финал этой статьи, где он говорит о соотношении правого и левого в культуре и в искусстве. Вообще говоря, Вальтер Бенемин сам марксист, нео-марксист и левый теоретик, как теперь обычно про это говорят. И он там как раз и обозначает такое противопоставление левого и правого в культуре и искусстве. Финал его статьи такой. Человечество, которое некогда у Гомера было предметом увеселения для наблюдения за ним богов, стало таковым для самого себя. Его самоотчуждение, достигло той степени, которая позволяет переживать свое собственное уничтожение как эстетическое наслаждение высшего ранга. Вот что означает эстетизация политики. Коммунизм отвечает на это политизацией искусства. То есть Бенемин вроде бы, как мы слышим, в этом финальном отрывке он сначала там рассказывает о том, что это время перед войной Второй мировой, Европа охвачена уже пламенем войны, танки, выстрелы, нацистская форма и все это некоторая эстетизация политики. Он говорит, что фашизму присуща эстетизация политики, а коммунизм наоборот отвечает на политизацию искусства. Как будто бы все это противопоставляется одно другому, что это некоторые различные практики, правое и левое. Но вместе с тем, если внимательно прислушаться к тому, что он говорит, мы, в общем-то, не возвращаясь еще к этому тезису об ауре, мы можем услышать, что вообще говоря, в тот момент, когда этот тезис об ауре произносится, искусство вообще перестает быть предметом культа, оно разделяется с религией, оно становится своей собственной практикой. До этого времени искусство всегда служило культу, в той или иной степени. И вдруг теперь перед ним встает вопрос, а чем ты теперь занимаешься вообще? Что ты делаешь? На какой вопрос ты отвечаешь? На какой мир ты смотришь? И вообще у тебя расскажи опять вопрос об этой сути искусства. И вроде бы Беньямин говорит, что у правых так, а у левых так. Но на самом деле здесь вроде бы чувствуется даже такой подтекст, что искусство освободившееся от культа, оно тем не менее постоянно должно обслуживать чьи-то интересы. И интересы довольно такой радикальной формы. Либо красных, либо коричневых. Вот именно об этой радикализации искусства в каких-то таких социальных практиках он и говорит. Либо за крайне фашистские взгляды, либо за радикальные коммунистические. И выглядит это все, ну если продолжать объединять вот все эти тенденции искусства, которые ангажированы социумом, мы можем подумать о том, что вообще говоря, в центре нашей страны, в центре нашей столицы стоит символ такого ангажемента в искусстве. Когда искусство, попытавшись отделиться от культа, от религии, оно тем не менее вернулось туда в некоторой социальной практике. В центре нашего города стоит мавзолей, в котором лежит египетская мумия, означающая нашего Бога. А Малевич, кстати, говорил, что Владимир Ильич Ленин это новый Иисус Христос, и на самом деле проект захоронения Ленина только не в пирамиде, а в Кубе принадлежит Малевичу. Это он разрабатывал план похорон Ленина, который отчасти был потом реализован в виде его собственных похорон. Так вот, значит, это невозможность искусства быть самим собой и постоянное попадание в некий такой ангажемент, обслуживающий кого-то, что-то, чьи-то чужие идеи, он как раз на самом деле печальный не только потому, что он вообще как бы мы находим множество примеров в истории 20 века, а это и сейчас происходит, потому что то искусство, которое мы сегодня наблюдаем в нашей стране, в Москве, то, что называется современным искусством в виде деятельности галереи различных, выставочной деятельности, биеннале, это тоже ангажированная практика, которая, как я уже рассказывал на прошлой лекции, на первой, по-моему, лекции, как будто бы современное искусство пришло нам в виде купленной у соседей посуды, но вместе с едой. Мы все проблемы, которые это искусство предназначено решать, они к нам пришли с запада, несмотря на то, что и рождалось это искусство в нашей стране, и в том числе в нашей стране, и на западе, но долгое время оно у нас было под запретом, и когда оно пришло в 90-х годах, мы все это восприняли вместе с теми самыми проблемами, которые были для западного контекста характерны. Я не говорю, что это плохие проблемы, что они нам не нужны, среди них много интересных и важных, например, проблемы толерантности. Но вообще говоря, среди московских кураторов довольно активно бытует такая точка зрения. Значит, если художник или вообще там или сам куратор, или галерея не попадает в актуальный западный контекст, то это ничего не стоит. А по поводу актуальных контекстов перечисляется обычно следующее. Вот как раз левый дискурс, именно левый, в него нужно попасть, потому что это актуально на Западе. Проблемы толерантности в качестве по отношению к национальности или к сексуальным различным практикам ЛГБТ, то что называется. Ну и достаточно модная тема по поводу технологий, я уже говорил. Или ты применяешь некоторые технологии в своем искусстве современные, интернет, видео, звук и так далее, то ты попадаешь в западный контекст. Иначе нет. И поэтому, например, искусство решать проблемы Мавзолея, как вот такого тотального монумента гроба над нашим искусством, вообще никому вроде бы в голову не приходит, а может быть приходит, но боятся. Вот. Ну хорошо, это значит вот разговор был про некоторых теоретиков, про которых мне хотелось рассказать, чтобы вооружиться их определенными тезисами, а теперь я займусь своим собственным делом, и для этого я сделаю то, о чем я уже в общем-то сказал, как вот о некоторой такой метафоре. Если помните, вот как можно в природе выйти в лес, там сесть на пенек и наслаждаться красотой этого мира, да? И вот в принципе я сейчас приблизительно то же самое и сделаю, только поскольку, как я уже сказал, мы живем не в природе, не в фюсисе, мы живем в культуре, и поэтому я могу же как бы не в лес пойти, а я в город выберу, да? Город как некий символ, урбанистический символ культуры. Я в этом городе выберу определенное место, интересное мне, мне хочется понаблюдать, я хочу, как читатель этой культуры, непонятно, кто творит, автора нет, но я же читатель, и в моей голове может сложиться некоторая определенная картина того, что я буду наблюдать, да? Вот, но вообще говоря, начнется это приблизительно там, в 20-е годы прошлого века, да? Если я правильно сейчас, одну секунду, да, вот я открою такую картинку, которую я уже показывал на первой лекции, это проект Дворца Советов, который не был реализован, и это именно то место, где я буду, в общем, до конца, до конца лекции сидеть на этом пенечке, да, и наблюдать то, что там происходит. Вот, кстати, он существует там или нет, мы тоже попытаемся выяснить. Ну, как бы, зданий не существует, а что там под ним? Там есть место для меня какого-то? Я попытаюсь его себе найти. Вот, ну, начну наблюдать, да, во-первых, я хочу вспомнить, что место, это совершенно уникальное, да, у него своя история, множество событий там происходило, множество людей принимали в этом участие. Вот, вообще говоря, изначально это было болото, да, под названием Чертолья. Болотистая местность рядом с Кремлем, да, когда, в общем-то, Кремль существовал, там уже такая вот крепость средневековая существовала, рядом там никто не селился, потому что действительно было заболочено. Потом, насколько я знаю, там появились палаты Малюты-Скуратова, после этого там был построен Алексеевский женский монастырь, и позже монастырь был снесен для того, чтобы там построить Храм Христа Спасителя, который был монументом вознаменования 100-летия победы над Наполеоном. Значит, это тысяча, ну, он строился много лет, ну, значит, 1913 году, по-моему, все-таки несколько раньше, извините точную дату, не помню, он был построен. И вот мы знаем, что в определенный момент Храм Христа Спасителя был снесен. И вроде бы, тоже, если мы начнем друг друга спрашивать, кто в этом виноват, да, все скажут, Сталин, Сталин придумал, потому что, вот, злодей такой. Но, несомненно, Сталин имеет к этому отношение. Но дело в том, что придумали снести Храм Христа Спасителя русские авангардисты. В частности, один из них, не все, конечно, не всем принадлежит эта идея. Придумал это сделать архитектор Виктор Балихин, да, потому что русский авангард течение достаточно сложное. Там были и художники, супрематисты, и конструктивисты, архитекторы, рационалисты. Достаточно сложное течение. Так вот, Виктор Балихин после смерти Ленина в 1924 году написал письмо в газету «Правда», где он написал, что нужно построить монумент Владимиру Ильичу Ленину в центре города. И он сказал, что для него лучшее место Москвы площадь, где стоит Храм Спасителя. Нет никаких основательных доводов для неприкосновенности храма, которые были непредалимой преградой на пути осуществления величайшей идеи. Вот. И он придумал, что это должен быть гигантский куб. Ну, следуя, в общем-то, идеям, супрематическим идеям Малевича. Это должен был куб со стороной гранью 100 метров, гигантский совершенно. Вот. И, вообще говоря, это, продолжая, вот те идеи Татлина по поводу здания для интернационала, это должно было быть здание правительства, ну, не мира, а, как он говорил, СССР мира. То есть, предполагалось, что вот сейчас Советский Союз это те республики, которые уже пришли к идее построения будущего светлого коммунистического и постепенно новые республики будут вливаться в эту страну, в это государство и на одной грани этого куба будет организовано что-то типа вот той самой монументальной пропаганды, как это придумал Томмазо Кампанелло. То есть, будут зажигаться имена новых республик вливающихся до тех пор, пока наверху не загорится надпись СССР мира, потому что весь мир, все страны вольются в эту страну. Ну, там было еще много не таких торжественных идей. Вообще говоря, предполагалось создать в этом здании не просто правительство, такой офис мира, да, а также там предполагалось сделать постоянно действующий музей супрематизма, в частности, на самом почетном месте должен был висеть черный квадрат Малевича. Вот. Ну, мы знаем, что этого нет, да, и того, что вот придумано здесь, Борисом Иофаном, тоже нет. А вот в 24-м году, когда в газету пришло это письмо, то редактор испугался. Еще не было указания Сталина, еще никому не пришло в голову, что нужно это сносить. Поэтому редактор боится и отвечает. Грандиозные сооружения, а какое именно, с каким предназначением не видно. Мы покажемся незаслуженно смешными, если будем печатать такие декламации с планами сноса в целых кварталах и таких громад, как Храм Христа. Но мы знаем, что через некоторое время все сильно меняется. Вообще говоря, идея доходит до самого Сталина. И Сталин, вообще говоря, сам становится архитектором, потому что множество тех проектов и вообще конкурс строительства Дворца Советов, который проводился в конце 20-х и в начале 30-х годов, он, вообще говоря, был некоторой такой архитектурной школой Сталина. И Сталин действительно довольно сильно продвинулся в этой учебе, был отличником и в конце концов сам стал выдвигать определенные тезисы, утверждать, отвергать и так далее. Вот. Ну, здесь изображен один из проектов, принадлежащих Борису и Афану и двум другим архитекторам и только сам Ленин 100 метров. Да, это совершенно грандиозное сооружение. Вот. Вообще говоря, там внутри этого здания должен был быть такой механизм роторный, который вращал бы фигуру Ленина. И это так должно было быть высоко, что иногда в определенную погоду нижний слой кучевых облаков был бы ниже Ленина. Как будто и он бы своей рукой как коктейль помешивал бы вообще говоря, эти облака. Действительно, видения должны были быть грандиозными. Почему он не был реализован? Вообще говоря, это возможно было бы. Там были определенные технические сложности. Вообще говоря, одна из важнейших из них заключалась в том, что это болотистое место и там создать для такой громадины фундамент, бетонную подушку было очень трудно. И даже дошло до того, что бетон лили, а он на глазах проваливался в это болото. Но в конце концов вообще воля человека вооруженными индустриализацией советской страны она вообще непроизойдима, поэтому непроизойденная, поэтому значит все-таки добыли необходимое количество бетона и зацементировали. А храм Христа Спасителя, как оказалось старый, стоял в этом болоте на одной маленькой кочке хитроумные конструкторы, архитекторы, инженеры правоуправления Константина Тона поставили старый Храм Христа Спасителя его центром тяжести на одну кочку в болоте. Он действительно посреди этого болота стоял. Дворец так нельзя было, но все-таки фундамент построен, и дворец был бы реализован, наверное, но началась война, и металлические конструкции, которые были к тому времени сооружены, как уже над фундаментом выселись некоторые арматурные конструкции, они были разобраны для того, чтобы делать противотанковые ежи. А после войны уже все сильно изменилось, Сталин и сам стал богом, и поэтому создавать дворец с Лениным наверху, ну как-то, наверное, может быть, по этой причине, но во всяком случае этот дворец так и не был реализован, и тут у нас появляется персонаж, про которого я хотел бы достаточно подробно поговорить, это архитектор Дмитрий Чичурин, который вот к тому проекту конкретному не имел отношения, но он был учеником Иофана, и неоднократно с ним участвовал, как бы, был соавтором каких-то проектов. Вообще говоря, он сейчас будет играть очень важную роль в наших изысканиях, и я сразу хочу предупредить, о чем я здесь говорю, вот он постоянно будет создавать какие-то произведения искусства, но я буду подвергать сомнения, то, что он является их автором, вот как раз здесь разговор идет о проблеме авторства, вот он у нас автор или кто-то другой тех происходящих событий, которые я сейчас описываю, кто является автором этих событий? Ну хорошо, давайте посмотрим, что он собственно делал. Во-первых, он принимал участие в конкурсе на строительство Дворца Советов, а проектов было огромное множество, да, вообще говоря, даже западные архитекторы участвовали, в частности, лекарь Бюзье предоставил свой интересный проект, и недавно в Москве была замечательная выставка в музее Пушкина, и там этот проект как эскизы и даже модель можно было внимательно разглядеть, кто не сделал этого, стоит пожалеть, действительно это очень интересно. Вот, а это проект самого Чичулина, да, который был один из многих, их вообще чуть больше сотни было, их было очень много. Сталин все это внимательно разглядывал. Это тоже, конечно же, нереализованный проект, но Чичулин, вообще говоря, в определенный момент станет главным архитектором Москвы, да, и он построил в Москве очень много, и многие из этих зданий вы знаете. Я некоторые вам покажу, вы их узнаете, а некоторые просто назову, и вы их тоже представите себе глазами замечательно. Ну, например, это концертный зал имени Чайковского, который первоначально начинал перепроектировать сам Иофан как театр Мирхольда. Это должно было быть новое здание театра Мирхольда. А потом Мирхольда арестовали, и Афан, в общем-то, потерял к этому интерес и отдал это своему ученику, а Чичулин спроектировал уже как концертный зал имени Чайковского. И вот он таким и, в общем-то, и существует в Москве. Кроме того, здание, вестибюль станции метро Динамо, это архитектор Дмитрий Чичулин. Внутренний вестибюль станции Киевская, это Чичулин. Ну, и, значит, вот это не его здание. Это мы приходим к тому моменту, когда он становится, собственно, уже главным архитектором Москвы. Это чуть более ранний проект. Дело в том, что дворец Советов должен был быть в Москве не один, всего должно было быть 9 высотных зданий. Одно из них, как бы, следующее по рангу, это должен был быть наркомат тяжелой промышленности, который стоял бы в Зарядье. То есть, Зарядье должно было быть снесено, как множество различных там маленьких зданий, домов и храмов. И там должен был быть построен наркомат тяжелой промышленности. Грандиозное сооружение, которое бы собой образовало, значит, вот, мавзолей, стена кремлевская храма Василия Блаженного и наркомат тяжмаш. Да, и это бы образовалась гигантская новая площадь, которая предназначалась бы для вот тех всех демонстраций, манифестаций и тому подобное. Где, не знаю, если бы это действительно было реализовано, дали бы сейчас там Лимонову, Навальному, Пархоменко ходить с многотысячными демонстрациями, я не знаю. Или до сих пор бы так и ходили с танками и красными знамена. Не знаю. Но это не было реализовано. Вот. Но тоже было несколько проектов, и в определенный момент Дмитрий Чучулин уже становится главным архитектором Москвы после войны. И он возглавляет проект строительства высотных зданий в Москве. Он вообще как бы весь этот проект, вот все те высотки, которые построены в Москве, которых семь, мы знаем, он является архитектором, ну, точно совершенно одной из них. Это та, которая на Котельнической набережной, это его здание. И также он сам должен был построить вот наркомат тяжелой промышленности, который он спроектировал вот таким образом. Вот. Но это здание тоже не было реализовано, да. Почему это вот, как бы, моего внимания читательского, которое я сказал, что оно вот такое особенное, вот здесь не хватает, я не знаю, почему, собственно, это здание не было построено. Но там тоже был заложен фундамент, достаточно грандиозный, очень серьезный фундамент. Вообще, эти все здания имеют потрясающую архитектуру, не только над землей, но и под землей, все высотки. Вот. Про это отдельный рассказ. Так вот, значит, это здание не было реализовано, но другие высотки были, под семь высоток он построен. Вернее, как бы, под управлением его, как главного архитектора, были построены семь высотных зданий в Москве. А потом умер Сталин, а потом, вообще говоря, на самом деле, в Европе наступил постмодернизм, а потом там появились совсем другие идеи, и даже потом Чарльз Дженкс написал свою знаменитую книгу «Язык архитектуры постмодернизма». И отчасти эта культура новая в России, которая приходила сюда, если сначала у нас архитектура к нам приходила через Сталина, потом она стала приходить через Хрущева. Сначала у нас Сталин был главным архитектором, главным идеологом, потом Хрущев. И вот тот латентный постмодернизм, который на Западе существовал уже как достаточно адекватно и понятно архитекторам здания, у нас было в некоторой такой странной форме. У нас действительно на самом деле Хрущевки, то, что у нас называется жилые дома, это идеи Ле Корбюзье, которые в особой такой форме через Хрущева, отдавшего распоряжение архитектурным институциям, разрабатывать новое жилье, они пришли вот в такой несколько искаженной форме. И вообще говоря, новые новые веяния в архитектуре, они проникли сюда, но еще раз повторяю, в определенной такой искаженной форме, и архитектура стала другой, и Чичурин необычайно по этому поводу переживал, потому что это категорически противоречило его собственным убеждениям. Он жил в квартире в высотном здании на Котиньческой набережной, коллекционировал традиционную живопись и вазы, и ненавидел все новое. Вот ему здания, которые он строил, должны были иметь ту самую иерархическую структуру, о которой говорил Мишель Фуков в подесловии книги Жили Делеза. Другие конструкции ему не нравились, но время наступило другое, а он был главным архитектором Москвы, и поэтому ему пришлось строить здание совершенно новой формы, на том самом фундаменте, который он сам заложил в зарядье. Он построил фундамент для высотки Тяжмаша, а теперь этот фундамент он превратил во что? В гостиницу России. Это он же построил на своем собственном фундаменте. Вот такая удивительная история. Но если бы это только на это произошло с ним, вот та самая удивительная метаморфоза из такого традиционного или модернистского художника, он превратился в другого, в постмодернистского, и сам этого в общем-то не осознавая, не понимая. Другая история еще более потрясающая. Заключается она в следующем. Еще в 30-х до годов Чичулин спроектировал здание управления аэрофлота, которое должно было стоять на площади белорусского вокзала, которое сейчас представляет собой вечный ремонт и стройку. Там одно время стоял памятник Горького. Там он спроектировал здание аэрофлота. Причем интересным является то, что наверху вот эта эмблема аэрофлота, орел с распростертыми крыльями, кто из вас был на первой лекции, к сожалению, вот эту картинку сейчас не положил сюда, и помнит здание Дегроса Халя Альберта Шпеера, которое должно было в Берлине быть построено, гигантский купол, вмещающий в себя все население Берлина. Там именно такой же орел, только нацистский парит над этим зданием. Так что вся эта архитектура очень близка, тоталитарная архитектура близка друг другу по духу, и даже знаменитая выставка Москва-Берлин подробно этой темой занималась. Ну, вот еще один хранящийся в музее ищущийся эскиз, такая цветная акварель, которая демонстрирует, как это должно было, как это должно было быть. Вот, и что вы думаете, что произойдет с этим проектом? Он не был реализован, но в 70-х годах, по-моему, в 77-м, Дмитрий Чичурин, опять же, будучи главным архитектором Москвы, строит то, что называется не дворец советов, а дом советов в Москве. И он значительно перерабатывает этот свой первоначальный эскиз, архитектурный проект, и мы видим, что это дворец, в общем-то, это нацистский дворец, или коммунистический дворец, он превращает его в постмодернистскую архитектуру 70-х годов, и выглядит это вот таким образом. Это то, что было построено как дом советов, теперь представляет самый хорошо нам знакомый белый дом в Москве. И это, понимаете, как бы даже когда он уже строит это, когда он это делает, то это превращается в некоторую такую цитату самого себя, цитату из одного слоя культуры в другой слоя культуры. Он переводит этот проект на совершенно новый уровень, и в общем делает это вынужденно. Но это необычайно интересный факт, который происходит, но на этом все не останавливается. Там наверху, как и было им спроектировано, вместо орла там находятся часы, которые, ну, если приглядеться, я не могу точно угадать время, по-моему, 10 часов 5 минут, или 10 часов 10 минут. Да, вот почему-то на этой фотографии, когда, вот он, собственно, дом еще не построен, да, он рядом с макетом так сфотографировал. Вот, ну, а потом так сфотографировал. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок, если бы мы находились в природе, сидели бы на том самом пенечке в лесу, наслаждались пением птиц, ну, и вдруг прилетел какой-то там истребитель и сбросил бомбу на нас. Мы бы сказали, да, это ужасно, все погибли, но это к нам, к нашей природе отношений не имеет, потому что это некоторое случайное событие, которое произошло помимо наших представлений о том, какова природа должна быть. Это нечто чуждое, да, это нечто выходящее за те способы описания мира, к которым мы привыкли. Этого не должно было быть, да, это трагедия, это катастрофа. Но здесь это случилось, и Чичулин к этому отношения не имеет, он уже умер, когда танки стреляют по Белому дому. И вот так выглядит Белый дом. И вот происходит это в октябре 93-го года. И удивительное дело, почему-то в этот момент в Москву приезжает тот самый знаменитый архитектурный критико-теоритик Чарльз Дженнс. Вот так он выглядит. Его визит был запланирован задолго до этого, он должен был выступить с лекцией, ну и, конечно же, его повезли по Москве, чтобы показать вообще, что это за город. Он же архитектор, он должен посмотреть, что это за город. Он его посмотрел, и когда его потом спросили, ну как, да, ну как, вот как его спрашивают, вам понравилось, да, ожидая вот восторга, бури, да, это же наш, наша Москва. Он сказал, вы знаете, в Москве есть, да, он же теоретик архитектуры постмодернизма, да, он сказал, в Москве есть только одно постмодернистское здание, это ваш белый дом, но он останется таковым, если вы не будете снимать, убирать следы пожара. Если его законсервируете таким образом, это будет единственное постмодернистское здание. Почему? Ну, наверное, он знал про судьбу этого проекта, наверное, он знал про офис аэрофлота, но этого было недостаточно. Вообще говоря, постмодернистская архитектура говорит, да, это язык, а язык этот говорит о современной культуре, поэтому, если это произошло со зданием, ну, с точки зрения Дженкса, это тот самый вернакулян, это то, что происходит в культуре, которая живет, да, это не мертвая культура, это не мертвый город, в нем происходят события, и эти события создают историю здания, да, не важно, как говорит Дженкс, это вот произошел пожар, который свидетельствует о катастрофе в стране или каких-то важных переменах, или просто жители, живущие в средневековой крепости, на балконе повесили белье, сушился, там лифчики везят, и это необходимый элемент времени, без него нельзя, это, это жизнь, это по Дженксу, это тот самый вернокуляр или участие жителей в жизни здания, вот, но никто его не послушал, здание было отреставрировано, кстати, часы в момент выстрела танка подказывали 10 часов 3 минуты, и так они остановились, и долго стояли, а потом здание было отреставрировано, и, по-моему, если мне память не изменять, часов сейчас нет, там что-то другое, немножко переделали, ну, а как бы, вот, конечно, стены покрасили, и все это теперь, как дом правительства и существует. Ну, уже про Чучулина много потрясающих историй, которые рассказывают нам про него, как участника некоторых событий, как бы, он как птица в этом лесу, он поет важную песню, но слушаем-то мы, но на этом все не кончается, это далеко не последняя песня, которую он споет, вот, ну, вот еще, значит, для сравнения два этих здания, первоначальное здание управления Аэрофлота и Белый дом сгоревший. А теперь следующая потрясающая история. Значит, это схема того самого места, где должен был стоять храм Христа Спасителя, вернее, Дворец Советов, да, и это архитектурный план, на котором изображен фундамент Дворца Советов. Вот таким крестом, мы видим, храм Христа Спасителя, это тот первый храм, который был построен там, к 1912 году. И мы знаем, что, вообще говоря, как бы, было очень трудно построить этот фундамент, вот эта система концентрических колец, колец, это и есть тот самый фундамент, мы знаем, что построить его было очень трудно, на том самом месте его не удалось, поэтому сделали это с некоторым священием. То есть центр, и теперь, на самом деле, новый храм Христа Спасителя стоит на фундаменте Дворца Советов, с некоторым смещением поотносительно к старому храму. Это очень интересная история, с которой связаны еще несколько потрясающих обстоятельств, но если я уж буду так подробно рассказывать, я главного не успею рассказать, но смысл этого вот сейчас рассказа вот в чем заключается, значит. Ну, смотрите, Дворец Советов не построили, остался фундамент, который так и стоял на том месте достаточно долгие годы. В начале 60-х годов, если мне память не изменяет, в 61-м, прям память, Никита Сергеевич Крущев ехал на своем автомобиле, ну, как бы, везли его, провезли его по этому месту, это же возвышение, да, там болото-то внизу, он ехал по Волхонке, и он увидел этот вот круг, да, круг этого фундамента, который, это же болото, он залит водой. Он сказал, это же бассейн, это бассейн, сделайте бассейн, сделайте такие бортики, дорожки, вышку для прыжков в воду, и все будет замечательно, пусть люди купают, пусть это будет открытый бассейн, пусть вода подогревается, и пусть там люди купаются прямо зимой. Ну и Чучурин же, главный архитектор Москвы, да, поэтому ему пришлось делать этот бассейн, и он был архитектором бассейна Москва, и именно он его построил, да, причем подушку эту бетонную, которая предназначалась для Дворца Советов, он использовал своего учителя, Бориса Иоанна, и так он на ней этот бассейн и построил, и так он долгие годы и существовал. Вот такой он был. И там действительно была вышка для прыжков в воду, и действительно там нужно было зимой купаться. Я купался. Вот. И вообще говоря, в моей жизни, как художника и автора, этот бассейн занимает особое место, потому что я там сделал одно свое произведение искусством, но я сейчас про это рассказывать не буду, просто нет времени, потому что гораздо интереснее будет что-то другое. Ну хорошо. Значит, вот, смотрите, мы знаем, что в определенный момент появился другой суперархитектор, а именно Юрий Михайлович Лужков, который я на первой лекции рассказывал про его вернокуляр в архитектуре, про то, что современная Москва, как сборище ракушек, представляет собой некий такой постмодернистский вернокуляр в теории Дженкса. Мы повторять не будем. Но одно из его указаний было восстановить храм Христа Спасителя, который незамедлительно стал восстанавливаться на этом месте, стали его строить. Я уже сказал, что немножко не на том месте, это немножко не тот храм, вот, это, конечно же, копия, с точки зрения Платона, это следовало бы назвать симуляцией, симулякром, копией несуществующего. Вот, но еще как бы одна такая точка добавлю к этому, что ведь тот храм, который стоял на этом месте, назывался Храм Христа Спасителя, а мы привыкли к аббревиатуре. Мы называем его ХХС. Поэтому тот храм, это Храм Христа Спасителя, а это ХХС. Он еще не достроен, но скоро будет достроен. И сейчас он стоит вот такой в Москве. И мы его пока оставим в таком виде, потому что я там сижу на этом месте и рассматриваю эту ситуацию. Но для того, чтобы мне продолжить эту историю, мне придется отлучиться ненадолго. Я хочу попасть в другое место, в другой город, для того, чтобы забрать оттуда персонажа, который будет играть очень интересную роль. Здесь же, но чуть позже. для этого я вспомнил Дмитрия Александровича Пригова, с которым я не то, что был тесно знаком, но, в общем, знаком, общался. И между нами один раз произошла интересная встреча. Дело в том, дело в том, что, вообще говоря, вот разговор идет про 2005-2006 год. Я в 2005 году ездил на фестиваль под названием Таймерский кактус, который проходил в Норильске. И делалось это, ну, Норильск, это Норильский никель, это Прохоров, и на деньги Прохорова там существовала культурная институция, которая проводила фестиваль. И туда приезжало множество людей, ну, в основном из Москвы, со всей страны, артистов, художников, писателей. Выступали, читали лекции. Это было достаточно интересно. В 2005 году я туда ездил. А в 2006 году я ехал куда-то в другое место, на какой-то другой фестиваль. И в аэропорту Домодедово я встретил Пригова. И говорю ему, Дмитрий Александрович, неужели вы с нами летите? А я улетел на какое-то не очень интересное мероприятие на этот раз. Он говорит, нет, нет, я в Норильск, я на этот таймерский кактус. И он улетел в 2006 году. Вот. А я был там на этом кактусе в 2005-м и сделал там несколько фотографий. Я хочу вам показать этот Норильск, как он выглядит. Ну, выглядит он, в общем, там тоже такая модернистская сталинская архитектура в центре города. Я не знаю, по-моему, это то, что Калужская застава или площадь Гагарина в Москве очень это все напоминает. Город еще интересен тем, что там бывает снег, но он очень быстро исчезает, и вместе снега там лежит вот этот шлак из местных шахт. Да, там черный снег постоянно в этом городе. Ну, вот несколько фотографий. Вот так прям вот, как у нас снег на обочине, там вот этот черный пепел, угол и шлак лежит. Вот так выглядят эти здания. Вот так выглядит монумент тем самым баракам, в которых заключенные жили в Норильске. Это действительно Норильск лак, да, и вот так вот, как бы, эти стены бараков вот таким образом остались. Очень напоминает тот снимок ракушек вернокулярных, которые я на первой лекции показал. Осторожно, сосули, там это на полном серьезе слово употребляется, а не вовсе, как у нас там в Петербурге Матвиенко придумал. Это не она придумала, это в Норильске так говорят. Вот. Ну, и вот этот благотворительный фонд культурных инициатив Михаила Прохорова именно проводил таймерский кактус. И вот, значит, я там в 2005 году пришел в здание этого там, такой, Норильский музей, по-моему, я там прочитал лекцию. А Пригов приехал туда в 2006 году, на следующий год. И вот это здание, это вот это здание, где проходили это выступление, это когда, это, это, это 2005 год, А Пригов в этом году, в следующем году выступает. И он, как бы, не из Норильского у меня запись, но давайте послушаем. Вот знаменитые стихи Пригова про милиционера. Когда здесь на посту стоит милиционер, ему до внукова простор весь открывается, на запад и восток глядит милиционер, и пустота за ними открывается, и центр, где стоит милиционер, взгляд на него всюду открывается, отсюда виден милиционер, С востока виден милиционер, и с юга виден милиционер, и с моря виден милиционер, и с неба виден милиционер, и с подземли, да он и не скрывается. Вот, и вот он в этом здании, в этом зале выступает, и туда приходит одна девушка, которая живет в этот момент в Норильске, она приходит на его выступление, подходит к нему и спрашивает, задает ему несколько вопросов. Апригов обычно с удовольствием общался со всеми, особенно на те вопросы, ну, типа, как жить, как жить дальше, где учиться, как учиться, а как научиться тому, что вы делаете, а что вы делаете, а как вы делаете, да. Ну, он посоветовал ей, говорит, ну да, ты девочка умная, поезжай в Москву, поступай на философский факультет. И она приехала, поступила на философский факультет, и в следующем, уже после 2007 году, она там учится, и зовут ее Надежда Толокотникова, и эта фотография, когда уже в 2007 году, ну, конечно, не она сама, а группа людей, которые потом будут названы группой война, они придумывают акцию, которая, я не помню ее точное название, смысл ее в том, нужно посадить Дмитра Александровича Пригова, как инициатора идей этой группы, в железный несгораемый шкаф, и они, студенты, затащат этот шкаф на самый верх того самого тоталитарного университета, да, вот, без лифта, прямо по лестнице. А он будет сидеть в этом шкафу и читать свои стихи. Да еще они придумали, что будет идти запись, Пригов будет сам говорить, и будет запись его, как бы, стихов, чтения, воспроизводиться. Он будет, как бы, сам с собой дискутировать. Но декан философского факультета, насколько я знаю эту историю, запретил проводить эту акцию. А через некоторое время Пригов почувствовал себя плохо, его отвезли в больницу, и через, по-моему, 10 дней или 2 недели он умер. И первые акции группы «Война», вновь организованные, были посвящены Пригову, это были поминки по Пригову, да, делалось это следующим образом. Они готовились к этому, набирали много-много всяких продуктов, ну, как поминки проводятся, да, напитки, салаты, там, все, что нужно, да. И вот они с этими рюкзаками врываются в вагон метро, да, ставят столы, раскладывают там все, что они с собой принесли, и поминают Дмитрия Александровича Пригова. И было это сделано несколько раз, и в Москве это было сделано несколько раз, а потом это повторено в Киеве. Вот сидит Надежда Лаконникова, насколько я понимаю. Вот так это все происходило. Ну, и, значит, на самом деле история группы «Война», она достаточно интересная и долгая, но я ни на ней бы, ни на ее деятельности хотел бы акцентировать внимание. Мне как раз фигура Надежды Лаконникова интересна, как еще одного потенциального автора. Она является тем автором, который сейчас у нас начнет играть главную роль в этом спектакле. Чучулина уже нет, но храм стоит, мы помним о том, что там происходило. Вот, мы помним, что он, как бы, был практически постмодернистским художником, сам этого не осознавая, да, и, как бы, то, что происходило с ним, нам понятно, а ему непонятно. Вот, а что будет с Толоконниковой, как она будет себя вести, потому что она скоро тоже попадет в это пространство. Ну, хорошо, значит. Ну, нам известно, что Пусси Райт – это три девушки, да, вот они здесь изображены. Хорошо мы знаем их имена, потому что их судили, они находятся сейчас в заключении, две из них. Вот, имена им она хорошо известны. На самом деле, группа Пусси Райт представляет собой нечто другое. Там достаточно много участников, и вообще говоря, вот эти три девушки не являются членами Пусси Райт по уставу этой группы. Потому что группа, один из главных принципов – это анонимность. Кто засветился, тот изгнал. Поэтому их мнение, вот этих троих, какие бы они ни были, они никакого значения должны иметь для оставшихся членов группы. Они могут делать все, что они хотят, да. Это действительно так, но не в этом дело. А дело в том, что, значит, в определенный момент группа «Война» делится на две части – на питерскую и московскую фракцию. Ну, и, собственно, важнейшую роль в московской фракции начинает играть Надежда Толоконникова. Именно она придумывает самые интересные акции. Ну, одна из этих причин, что действительно философское образование, уже несколько курсов философского факультета, общение с очень интересными людьми, с философами, с некоторыми философскими группами, она действительно обладает ярким языком, умеет думать, и действительно вот такая творческая потенция у нее присутствует. Но только вопрос, вот насколько она автор. Сейчас мы попытаемся в этом разобраться. В тот момент, когда возникают трения между московской и питерскими фракциями группы «Война», Толоконникова придумывает акцию под названием «Целую мента». Вообще говоря, это делается еще как акция группы «Война», но нужно отдавать себе полный отчет, что это уже практически пусирает, потому что некоторое время спустя они как раз и назовут себя пусираем. Значит, что это за акция такая? В этот момент президент Медведев, и он придумывает, что полицию нужно переименовать, то есть милицию нужно переименовать в полицию, потому что это, ну как бы там, я не помню точные тезисы, но смысл такой. Это нечто более человеческое, да, милиция у нас связана с какими-то там неприятными ассоциациями, а полиция это будет то, что народ будет любить. Вот там про эту любовь каким-то образом присутствовал в этих тезисах, вот про некоторое такое более благожелательное отношение к новому названию, к тому, что этим названием будет называться. Ну и поскольку, значит, Толоконникова тут же прицепилась к слову «любовь», а ее очень интересуют темы толерантности по отношению к различным сексуальным практикам, да, тема ЛГБТ для нее очень интересна, и она решает провести вот эту вот акцию под названием «Целую гента». Давайте посмотрим, как это было. Субтитры создавал DimaTorzok Эй, эй, да лоис, 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 аминь, 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 аминь. Эй, эй, да лоис, лоис, аминь, 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 амин важны. Вот. Ну, раз любишь милицию, полицию, то, значит, вот, соответственно, и прояви. Это, действительно, они делают это достаточно буквально. Ну, и потом делается несколько других акций. Сейчас я упомяну их, расскажу. Но сначала я хочу одну интересную деталь. Я вообще с Толоконниковой лично не знаком, но как бы знаком косвенно, потому что я сразу после этой акции, она мне действительно очень понравилась. Я написал одну статью, в которой я сравнил эту акцию с одним интереснейшим другим событием, произошедшим во время Второй мировой войны. И Толоконниковой это сравнение очень понравилось. Она, ну, мы как-то таким образом так заочно познакомимся. Разговор идет... Я сказал, что это действительно самая интересная акция из тех, которые были в последнее время, потому что она нам позволяет увидеть реальность в каком-то новом свете. Она каким-то образом открывает наши глаза на то, что происходит. Вот эта любовь, произнесенная Медведевым, которая воспринималась в каком-то таком стереотипическом понимании, она вдруг делает ее буквальной и показывает всю лживость этих тезисов. Нам вдруг говорят, ну, вас же обманывают, вас элементарно обманывают, что на самом деле и произошло. Но мое сравнение как раз заключалось в том, что я рассказал, что как это вот интересно, вдруг неожиданным каким-то таким движением, вдруг сделать видимым то, что до этого невидимо. Значит, рассказ мой был о том, это вот сравнение о том, что в конце Второй мировой войны, когда британские войска вели уже боевые действия на территории Европы с немецкими войсками, там был такой случай, когда немецкие летчики, пролетая над, то есть британские летчики, пролетая над немецкой территорией, увидели аэродром и поняли, что это бутафорский аэродром. Он сделал это моделью, это деревянные конструкции, раскрашенные под настоящие. Самолеты стоят, цистерны какие-то, взлетно-посадочная полоса сделана, но это для обмана. Для того, чтобы, ну, для чего? Для того, чтобы британцы увидели это и начали бомбить, да, и сбросили там какое-то количество бомб, да, таким образом, как ущерб своему, собственно, боевому запасу принесли. А британцы поняли, что это бутафория. Полетели домой, сделали деревянную бомбу, раскрасили ее как настоящую, вернулись обратно и сбросили деревянную бомбу на деревянный аэродром. Ну, я написал, что вот эта акция «Целуй мента» — это вот именно то самое. Этот поцелуй — это и есть та самая деревянная бомба, которая позволяет вот эту любовь обещанную нам видеть. Вот. Ну и девушки, которые участвуют в этой акции, это практически те же самые девушки «Пусть и Рай», там Екатерина Самуцевича узнается легко, но через некоторое время они наденут на себя балаклавы и начнется совсем другая жизнь. Вот этот тезис об анонимности появится, начнутся какие-то яркие выступления, которые, в общем-то, будут направлены на то, чтобы, ну, приблизительно то самое, что делает группа «The Yes Man», о которой я рассказывал на предыдущей лекции, как бы сделать некоторую такую информационную бомбу, которая потрясла бы все, весь окружающий мир, чтобы взорвать его, буквально вызвать информационные волны, которые привели бы к каким-то необычайным движениям. Для чего, да? Ну, в принципе, как бы, понимаете, для того, я как зритель, сидящий на все еще на том самом пенечке, я говорю, мне это нужно для того, чтобы видеть. Все это произойдет, и я увижу то, что я до этого не видел. А Толоконникова это важно, потому что это затрагивает темы ЛГБТ, да, и левого дискурса. Такая следующая, более яркая и известная попытка вызвать информационный взрыв, она произошла незадолго до акции в Храме Христа Спасителя на Красной площади на Лобном месте. Так. И, значит, смотрите, я хотел бы обратить внимание, что это за практика такая. Вообще говоря, вот на прошлой лекции я рассказывал про гиды Бора, про ситуационистов, и вообще говоря, вот этот тезис ситуационистского интернационала, который, в общем-то, является анархистским, да, но в более современной интерпретации это имеет название либертарианство, да, вот, особое отношение к свободе личности по отношению к государству. У нас до сих не было такого искусства, которое активно бы вот этот тезис выдвигало. Они появились, собственно, первыми, которые достаточно жесткой практики стали делать такие высказывания. И теперь, собственно, про акцию в Храме Христа Спасителя, где я и сижу, и их и жду, и они туда и придут. Я там давно сижу, я уже как художник там сидел, и как зритель, и вот они сейчас туда придут. То есть я не был там, когда они делали эту акцию, но вот я для того, чтобы нам было интересно, я сейчас вот что вам покажу. Значит, вообще говоря, многие из вас видели сам вот этот клип, который был смонтирован ими, который вызвал чудовищный скандал, да. Во-первых, то, что именно клип вызвал скандал, это тоже очень интересно, потому что это отсылает нас к тезису Вальтера Бенемина о необходимости технической воспроизводимости. Они показывают не натуральное искусство, а технически воспроизведенное, смонтированное. Они как хирурги оперируют той реальностью, которая вроде бы там была, а может быть ее не было. Они как бы порождают этот взрыв вот тем самым техническим приемом. И в интернет ролик смонтированный из действий в разных храмах. А еще вот что я хотел бы отметить. Я не буду показывать этот клип. Для меня сам этот клип не имеет значения, потому что в том тезисе, как я про это рассказываю, мне гораздо интереснее то, что происходит помимо этого клипа, помимо этого фундаментального центрального события, помимо той сути, про которую Морис Витц говорит, что в искусстве нет сути, в искусстве нет центрального действия какого-то определенного момента, в искусстве все вокруг. Искусство это контекст. Искусство это то, что связывает это с другими. Поэтому для меня важнейшим в этом, для меня авторами и участниками этого события наряду с Толоконниковым является судья Сырова. Не менее важным, чем Толоконников. И патриарх Гундяев для меня очень важен. И сам Путин для меня важен. Они такие же участники этого действия, на которые я смотрю. Но отдавать это все трем девушкам или самой Толоконниковой я не буду. Потому что я считаю, что в определенной степени они, как Дмитрий Чичулин, не совсем в контексте происходящего. Они сделали это, они инициировали. Они молодцы. До них никто этого не мог вообще на уровне группы The Yes Man, Йозефа Бойса и других художников создавать такие замечательные действия, такие, такой мощности потрясающие. Но вот почему они не очень в контексте, я попытаюсь объяснить. А мы посмотрим с вами не саму акцию, а съемку, одной из съемок, из которых был смонтирован клип. На ней видно то, что происходило в Храме Христа Спасителя без монтажа. Вообще говоря, как это было сделано? Сначала группа посирает вместе с журналистами, со многими пришла в Елоховскую церковь. И условия приглашения журналистов были такие. Вы приходите, снимаете, но все, что вы снимете, тут же нам на флешках, на наш макбук мы скопируем себе. А потом, когда мы сделаем клип окончательный, вы уже можете выкладывать свои. Вот такое было условие. И этот журналист, который приходит в Елоховскую, его не было, он приходит в Храм Христа Спасителя. И вот давайте его съемку посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торzok Дима Тorzok обществе спектакля. Так вот, то, что здесь происходит, не в самом храме, а вообще во всей этой ситуации, эта группа Пусси Рая угнала храм. Во-первых, она угнала храм, который есть средство общения с Богородицей, через который можно Богородице отправить сообщение. Богородице Путина прогони. И это действительно, это они угнали вроде бы у церкви. Угнали и отправили это сообщение. Что само по себе, конечно, возмутительно. Так нельзя. Но ведь посмотрите, они не только храм угнали, и не только средства массовой информации одно какое-то. Они угнали все средства массовой информации мира. Они заставили их говорить про себя в течение достаточно долгого времени. Наверное, в течение полугода. Вот такое, как говорил высвобождение, де Тернема, как говорил об этом Гиде Бор, такого не было в истории никогда. Группа The Yes Man такого сделать не могла. Это было мощно у них, а у этих еще мощнее. Если когда-то там, я не знаю, русские авангардисты, черный квадрат, потряс всю Европу, и до сих пор она помнит, как русский. Что было в русском искусстве? Малевич. А еще что? Пусть и райот. Не потому, что вот что-то такое там в храме произошло, а потому, что действительно средства массовой информации всего мира были угнаны и использованы в своих целях. Кроме того, это как бы по большому счету. А вообще можно видеть множество маленьких деталей. Я сижу и наблюдаю, что там происходит в этой ситуации, когда это событие разворачивается таким мощным, мощной волной информационной. Ну, например, сам процесс, уголовный процесс надпуссирает, потрясает множеством каких-то деталей, которых раньше вообще видеть было нельзя. Ну, например, значит, ну, если помните первую лекцию, история про Хрущева, которая говорит, вы что, мужики или пидорасы-то проклятые? Как вы так можете писать? Как бы, если кто-то пишет неправильную картину, то сразу некий такой в оскорблении сексуальный подтекст на русском языке присутствует. Открываем приговор, узирают и читаем. Значит, судья Сырова говорит, мотив религиозной ненависти в действиях подсудимых суд усматривает следующее. Подсудимые позиционируют себя сторонниками феминизма, то есть движение за равноправие женщин с мужчинами. Это преступление. А почему? Она объясняет, почему это происходит. Вроде бы, как бы, так мы не можем, собственно, сразу понять. Она вот что говорит. Но государство гарантирует равенство прав. В Российской Федерации равенство прав и свобод закреплено в статье 19 Конституции. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы и национальности. То есть, следуя логике этого приговора, то есть мы узнаем, как работает суд у нас. Вот его логика, в чем она заключается? Она говорит, протестовать против того, как бы бороться за осуществление статьи Конституции, это преступление, потому что эта статья гарантирует нам это. А если вы боретесь, вы подозреваете Конституцию в том, что она не действует. Вот в чем обвинение. Очень интересны были те обращения Следственного комитета к положениям Трульского собора, в котором полторы тысячи лет этому Трульскому собору, который устанавливает некоторые правила богослужения. И, значит, Следственный комитет использовал некоторые тезисы, ну, в частности, там, о правилах поведения в храме. Вот. Ну, если это постановление Трульского собора почитать, там вообще много чего интересного. Например, там запрещение. Нельзя мыться с евреями в бане. Христианам нельзя мыться с евреями в бане, да? За это там отлучение от церкви. Вот. Кстати, там не сказано, что дома мыться с евреями нельзя. Дома можно. А вот в бане нельзя. Вот. Но самое интересное, та фраза, к которой, собственно, Следственный комитет обращается. Вот, что там сказано. «Желаем, чтобы приходящие в церковь для пения не употребляли бесчинных воплей, не вынуждали из себя неестественного крика, не вводили ничего несообразного и несвойственного церкви, но с великим вниманием и умилением приносили псалмопение Богу, назирающему сокровенное, ибо священное слово поучало сынов Израилевых быть благоговенными». Да, есть такая рекомендация, ну, сказано, «Желаем, чтобы...» Как у Шарикова, «Желаем, чтобы все», да? Но не сказано, что, да, даже за это пение какая-то. Даже от церкви отлучать не будут. Никакой, ни двушечки, ничего. Просто желаем, чтобы так себя вели. Это некоторое пожелание по поводу поведения в церкви. Вот. Потом смотрю на это внимательно и думаю, а действительно, вот, радикальное поведение. Вот чего уж так вот, как бы, вот необычно, действительно. Но вспоминаю то, как вел себя Диоген в Афинах. Что он делал вообще с этим городом? Как он дерзил, как он вообще скандалил буквально, ступал там на рынке в какие-то ссоры с кем-нибудь попадя. Просто подойдет к какому-то торговцу там бутылками каким-нибудь и начнет с ним философскую беседу. Его побьют, он идет к другим, да? А иногда он делал следующее, да? Ну, вот вспоминая то, как Толокотникова, еще будучи в группе «Война», они устроили акцию в биологическом музее под названием «За наследника Медвежонка». Вот то самое там, значит, ну, слов цивилизованных не хватает, чтобы описать это самое действие. Совокупление в биологическом музее во славу избираемого президента, президентом Медведев. А как себя вел Диоген? Он выходил на Агору, то есть на центральную площадь в Афинах, и начинал мастурбировать публично. Вот, к нему подходили и говорили, Диоген, ну ты что делаешь? Ну как так можно при людях? Ну что же это такое? Он говорит, дураки! Я вам хочу показать, что как можно легко достичь удовольствия всем, просто поглаживая себя. Это же так, вы все несчастные, а я вам показывал, что можно быть счастливыми. Если бы еще так можно было бы насытить голод свой, поглаживая живот, или достигать умных мыслей, поглаживая голову, было бы вообще замечательно. Ну и в принципе, это вот нетрадиционное мышление, с помощью которого можно обратиться к публике и сказать, посмотри, вы же дураки, вам какую куклу избирают президентом, а вы смотрите и молчите, да? Ну в принципе, это самое и было сделано. Но больше всего, наверное, ну не больше, но один из самых важнейших таких фактов, которые здесь можно наблюдать, это та чудовищная ненависть, которую вызвали даже не у церкви, не у власти, а у самих представителей современного искусства, которые смотрели на то, что произошло в этом храме, и говорили, это не искусство. Ну какое же это искусство? Это политическая активность, это явно такой некий заказ, это некоторое такое действие. А какое это искусство? Потому что искусство, они говорили, это что такое? В искусстве должен быть язык. Нет, в искусстве сначала должна быть идея. И идея эта должна быть грамотно сформулирована. И должен быть теоретик, который напишет концепцию определенную к этому, который скажет, вот вы сейчас будете делать это, а я понимаю, ну идите делайте. Ну значит они пойдут, и при этом они должны говорить правильным языком и поставить в известность множество институций художественных, которые придут в этом принимать участие. Они институции не стали ставить в известность, а их корреспондентов пригласили, со своими камерами и флешками. Они нарушили все законы. И я не знаю, как бы даже Морис Витц бы к ним отнесся, потому что, да, искусство это, конечно, авантюрная вещь, но не до такой же степени. Но все-таки они действительно, законы все нарушили. Вот, и то самое наше современное искусство, которое называет себя актуальным, адекватным, современным и так далее, отказало им в праве быть художниками, да. И таким образом они себя поставили в такую же ситуацию, каким образом традиционное искусство смотрело на русских вангардистов, когда вот победа над солнцем совершалась, да, в тех, вот в 13-й год и дальше. Они им говорили, у вас фигуратива нету. Какие вы художники? На ваших картинах какие-то квадраты нарисованы. Вы же не художники. Чем вы занимаетесь вообще? Бенуа говорил, вообще ругательски ругал Малевича за то, что, как бы, он его американским хамом нарисовал. Это называл. Все это из Америки к нам пришло, это хамство. У нас так не должно быть. И, в принципе, то, что сегодня говорится по поводу Кусира, это очень на это похоже. Вот. Вот. Ну, хорошо. Мы знаем, что, вообще говоря, две девушки находятся в заключении. Толокотникова и Алёхи. Вот. И они там ведут себя, вообще они вели себя потрясающе. На суде. С большим уважением к ним отношусь. И в заключении ведут себя с огромным достоинством. Прекрасно. Вот. И давайте посмотрим. Вот недавно у них взяли интервью. Я хочу вам показать два фрагмента из того, что говорит Толокотникова. У неё взяла интервью Елена Масюк, журналистка, знаменитая Елена Масюк. Она к ней ездила. И вот так это выглядит. Я вообще против запрещений. Потому что у меня в этом смысле такой диберторианский подход. Я считаю, что люди должны делать то, что они хотят. И я могу только советовать. Не делать это вот, это вот. А вы советовали не заниматься коммерцией Самуцевича? Самуцевича не занимается. Ей не нужно советовать. Мне кажется, она очень такой идеологически правильный левый художник. И она будет выдерживать эту линию. Удачи. Вот эти слова по поводу... Значит, я повторю. Тут не очень хорошо слышно. Масюк её спрашивает. Вот вы... Самуцевич находится на свободе. Вы будете ей советовать не заниматься коммерциализацией группы? И Толокотников говорит. Мне не нужно ей советовать. Она идеологически правильный левый художник. Перед этим там ещё долго рассуждается про тему ЛГБТ. То есть для Толоконниковой важнейшим являются как бы принципы их действия. Она знает необходимые и достаточные признаки своего творчества. Она их для себя определяет. Она знает, какова она и каковы её коллеги. То есть вот для неё вообще то, что происходит за пределами их искусства, не очень интересно. И вот второй фрагмент как раз ещё больше это показывает. Честно говоря, мне уже вообще надоело думать о акции «Панк, молебен, Богородица Путина прогонить», потому что, мне кажется, слишком много об этом всем говорили. На деле просто невозможно думать о своей работе так долго. Хочется делать уже дальше другие работы и, наконец, забыть о предыдущей. А постоянно вот эти вот напоминания, в том числе со стороны государственных органов о наших работах, они уже начинают утомлять. Мне кажется, уже в течение года усолится то самое, что хотят забыть, убрать, запретить. И вот именно как раз это постоянное напоминание, в том числе связанное с придачей статуса экстремистских роликов, посирает. Это очередная попытка их, наоборот, показать как можно большему числу людей. И вот это то, что меня уже начинает раздражать. То есть вы хотите вообще, чтобы об этой акции не говорили больше? Мне кажется, они обговорены уже достаточно. Может быть, тут нужно какое-то более глубокое исследование, может быть, какие-то философские исследования должны быть, которые могут быть проведены в том числе и мной. Но от меня должны для этого отвязаться. Но пока я не могу этим заниматься. Но отвязаться вы не имеете в смысле выйти на свободу. Да. То есть, во-первых, Надежда Толоконникова говорит, что ей, в общем-то, теперь неинтересно то, что говорят про акцию в Храме Христа Спасителя. То есть разговоров было достаточно. Что на самом деле смысл такой, ей эта информационная волна не очень-то и интересна. То, что происходило в самом храме, как некоторое художественное высказывание с определенной идеей, с определенным языком, ей интересно. Ну, уже это было давно, ей хочется заниматься другими вещами. А весь вот этот информационный шум ей просто неинтересен. И она говорит, единственное, что может быть, это некоторое философское исследование, которым бы я и сама могла заняться. Но для этого мне нужно выйти на свободу. То есть, оно может быть, а может даже его и не быть. На самом деле, все уже было сделано. А меня, вот как того самого зрителя, который сидит в центре Храма Христа Спасителя на несуществующем пенечке, меня как раз эта информационная волна интересует. Она мне показывает, что происходит в этом мире, и поэтому я с этой точкой зрения совершенно не согласен. И я хочу привести такое сравнение с тем, что здесь происходит. Как бы одна такая, вполне себе естественно, научная, даже физическая метафора. Вот в том самом лесу, которое я неоднократно вспоминал, в котором можно зайти и послушать пение птиц, как-то я там, я же там все-таки гуляю, один раз я там шел и увидел, стоит там посреди соснового леса, буквально вот как Шишкин нарисал, там стоит такой микроавтобус, дверца открыта, и там сидят такие люди с какой-то технической аппаратурой. У них какие-то дисплеи, приборы, просто этот микроавтобус напичком, техникой. И я, проходя мимо, я как-то так оценил то, что там происходит. А знаете, у меня есть, кроме философского, еще естественно, научное образование. Я очень быстро понял, что там происходит. Они геодезисты, которые исследуют некоторые там объемы, массы под землей. Они их могут видеть тем, что они, у них есть определенные приборы, такая пушка ультразвуковая, которая может выстрелить волной. И у них эта волна пойдет под землю, отразится, и на их мониторах нарисуются какие-то там массы каких-то там каменистых или других структур, которые находятся под землей. Всего лишь одним выстрелом они могут охватить поле под собой, там, и увидеть его. Ну, там, найти полезные ископаемые или что-то еще такое. Вот то, что сделала группа Пуссерайт в своей акции, это приблизительно такая же ультразвуковая пушка. Они выстрелили, и от этого сразу все осветилось каким-то ярчайшим светом. Мы очень многое увидели, но только получается, если прислушаться к тому, что говорит Толоконникова, она в эти экраны смотреть не хочет. Да, устройство пушки, наверное, ей интересно, а что мы увидим, что она могла бы увидеть, она на это смотреть не хочет. Но я думаю, что она человек молодой, насколько я помню, ей 23-24 года, и я думаю, это очень яркий представитель вообще, как художник и как мыслитель. Я думаю, что она еще сделает очень много. Вот. Но тем не менее, значит, заканчивая, собственно, сегодняшнюю лекцию и вообще весь цикл, я хотел бы сказать, что, ну, если помните, весь цикл называется «Победа над Солнцем» в честь того, что сделали русские авангардисты, а заканчивая тем, что сделали группу Пуссирает, а в течение сегодняшней лекции я вспоминал такого персонажа, несуществующего виртуального, как Югст, да, некий там философ или божество некоторое Югст. И мне кажется, вот, если мы отмечаем 100 лет победы над Солнцем, и спрашиваем себя, а победили ли мы Солнце? Художники победили Солнце, да? Ну, что касается Солнца, классической культуры, наверное, да, Солнце, как то, что светит в небе и есть физический объект, наверное, нет. Зато, то, что произошло за 100 лет и привело вот к таким ярчайшим явлениям в современном искусстве, это можно назвать победой над Югстом, да, тот самый Югст, который был неосознан, непонимаемый и не чувствуем современным искусством, не достижим вообще для какого-то интеллектуального или чувственного восприятия, то теперь его прекрасно видно, он вообще реализуется и в Судье Сыровой, и в Гундяеве, и в Путине, вот, насколько он побежден, это, конечно, вопрос, но, по крайней мере, его видно, и поэтому все впереди. Вот. Ну и совсем уже закончить я хотел бы еще раз вот этой картинкой, я показывал в начале, в самом начале первой лекции, я просил тех людей, которые тогда присутствовали, не отвечать на этот последний вопрос, а придумать свои собственные, ну, по-моему, так никто и не придумал, но если сейчас придумать, я на него отвечу. А в принципе, на этом все. Спасибо. Это Гуляй Деда Деда. Как видно, Гуляй Деда.